ну вот так она у нас выглядит вот так у нас выглядит магнитола со снятой задней стенкой шумодан как вы видите здесь вот какое-то согласующие устройство антенны распаяна и этим кабель соединяется с платой плату чертова уйма здесь какой-то разложившийся поролон видимо блоку к вилл защищал от вибраций довольно редкие деталях и сразу же какие-то микросхемы к 100 счетом к 150 раз 152 к 159 нт 1 целый ряд микросхемах на плате здесь выстроен круглых сейчас такие все где достанешь ничего нас на самом что ли они запаянные через пластмассовые прокладки думал так что кандер какой-то отвалился ну да просто вывелся из платы просто так цинично обалдеть этот штекер тоже от этого самого согласующие устройство антенн да вот они эти наши любимые переключатели p2k кошмарная исчадие ада вообще невозможность ничего делать что-то там сыпется перекатывается внутри корпуса интересно как давайте трясем вместе с мусором вывелась какая-то непонятная фигулина весьма жутковатое состояние говорил я святослава чтобы овчинка выделки не стоит привести в божественно надо тратить столько сил и денег сколько не стоит в общем то сколько не стоит пить нагнитолу это в более-менее при состоянии хоть сколько-нибудь работающих все задубела закоснела задеревенела динамички какие интересные начинается стоит 5 ухты 5 гдш а 4 темные 5 ваттные динамики широкополосники стоят сверху какие непонятно россыпь конденсаторов ереванского завода понятно все они уже давно умерли пока не могу понять какой блок надо схемы брать и разбираться конденсаторы фильтра какие-то все разнокалиберные здесь нас по питанию транс так будет то что фильтра смотрите на колонке тут вон сам на акустической системы мбм конденсатор фильтра применена за видимо на высокочастотник через него сигнал подается но это понятно что все что относится к радиоканалу смотреть микросхемки к 174 а платье переключения каналов как добраться на магнитофонной панели хотелось бы еще узнать настолько все это говорю не ремонтопригодно что просто кирды а вот эта плата кстати откидывается да что-то продумано если открутить вот эти два винта то она у нас откроется вперед она откинется вперед но я боюсь что доступа протяжного механизма это все не прибавить надо снимать вот эту плату вот эту вероятно плату так может еще передняя панель как-то снимается ну как это происходит я не знаю честная пионерская до всего добираться все так сказать смотреть смотреть ну если мы и сейчас где у нас было вот питание просто будет у меня подается сгоревший стоян напряжение так я не усилитель мощности люди то очень далеко от зарыт под плотами очень далеко зарыт под платами радиоканалов и прочей проводок пристегнут даже мы открутим раз саморез 2 саморез этот саморез сорванный резьбой замечательный потрясающе короткий и сломанный вошли и куча контуров это все радиоканала дать пока не знаю точного предназначения этой платы где у м то силитель мощности а вот скорее всего вот он и мощности почему-то с контурами с микросхемами и вот он по каналам левый правый транзисторы кт-шки 800 какие-то скорее всего на радиаторах вот он ум и он же скорее всего прикрывает у нас а он на одной общей плате вот с этим с переключателем режима работы странно так нажимаешь канал начинает работать че ты нажимал расширение стереобазы так визуальных повреждений не видно за кондер дергаю извините это раздельное прохождение по каналам присутствует то есть скорее всего дело даже не усилителя мощности а может что-то из каналов вылетело но и все конденсаторы конечно могут быть совершеннейшими да насколько все неудобно насколько все не ремонтопригодно отвратительно хочу сказать просто отвратительно выставление тока покоя транзисторов скорее всего где-то вот здесь что-то у нас какая-то беда с блоком расширения стереобазы ну как то так друзья как то так все что на сегодня хотел посмотреть и вам показать посмотрел показал спасибо за внимание всем привет и хорошего настроения всегда с вами сергей на этом обзор этой из несчастных магнитола на сегодня окончу заканчиваем пока пока